Какие задачи на 2020 год поставили перед собой биатлонисты сборной Тюменской области? Кто из них принял твердое решение завершить карьеру? Какой автомобиль мечтает купить Анастасия Галкина? У кого из местных юниорок лучшая техника передвижения на лыжах? И самое главное, кого в нынешнее лихолетие можно считать надеждой российского биатлона? Об этом всем расскажем в следующем сюжете. Для атлетов зимников новогодние праздники – разгар сезона. А потому именно для них отдых в начале января получается максимально коротким. Нужно постоянно быть в тонусе и, соответственно, поддерживать свои физические кондиции. Так что взрослые представители региональной команды собрались на очередной сбор в «Жемчужине Сибири» уже 5-го числа. На трассе Тюменского центра зимних видов спорта тренировались три женщины и шесть мужчин. Вчерашняя юниорка Анастасия Галкина проводит дебютный сезон во взрослом биатлоне. Впечатлений масса. Правда, пока со знаком минус. Уж слишком много отличий. Скорости, скорости на рубеже техника, опыт, уверенность, стабильность. У них оно как более-менее есть, у нас, к сожалению, пока нет. В данный момент навряд ли что-то можно изменить. Подготовка идет с лета. Как ты начал, так ты. Может быть, что-то изменится. Ну, по лету даже было видно, немножко такой настрой не на борьбу, а сезон пережить этот. Как-то вот так вот она, не знаю. С самого начала, с лета, с подготовки, с июня месяца прослеживалась такая тенденция. Вот и надо начинать подготовку именно с цели, с какой-то. Если верить в новогодние чудеса, то к концу сезона большая часть команды прибавит. Как в плане техники и стрелковой, и лыжной, так и в физике. Поскольку под бой курантов практически каждый биатлонист сборной Тюменской области загадал желание, связанное с профессиональной деятельностью, а также поставил определенные личные цели. Да, хочу купить машину. Давайте не заработать с нее, а потом купить. Я права получила в ноябре, поэтому у меня следующая цель. Ну, не ладу точно. Не знаю, как получится. Ну, Солярис может. Почему? Ну, оптимальная цена, оптимальная по внутренней части, скажем так. Быть может, Галкиной удастся накопить на автомобиль к лету. И на южнокорейском Hyundai Solaris она уверенно ворвется в следующий сезон. Чего не хочет делать ее коллега по команде Иван Печенкин. Многократный призер чемпионатов страны и Кубков России решил зачехлить лыжи и подальше спрятать винтовку. Это, скорее всего, будет мой последний год в биатлоне. И я решил окончательно завязать с большим спортом и уйти уже туда, в городскую жизнь, и добиваться там своих поставленных целей. Сейчас, конечно, надо добегивать сезон, попытаться показать какой-то максимальный свой результат. И на чемпионате России выступить достойно. Чтобы уйти не так, что ты там за сороковые места борешься, уйти на какой-то хорошей ноте. Скорее всего, уже как мотивации нет в том, что правительство СБР, можно сказать, уже не дает дорогу таким спортсменам, кому уже больше 25 лет. А потому и биатлонная сборная Тюменской области взяла вектор на омоложение. С 15 января на трассе «Жемчужной Сибири» начали тренироваться юниоры. Их 15. 9 парней, 6 девушек. В данный момент не работают с командой приболевшие Ксения Шнейдер и Ольга Копнина. Если все здоровы, значит, не очень хорошо готовы у нас, потому что такая идет, начиная от болезни, значит, выходят на пик формы. То есть в Кижевской винтовке подвелись, начали болеть, значит, на пик формы. Но тут проблема сохранить это здоровье и не дать разболеться, поддержать на высоком уровне. Потому что, как показывает практика, иммунная система подсаживаться немножко, если спортсмены выходят на пик формы. Мужская часть команды выступила неплохо, в принципе. А женская часть команды не справилась со стрельбой в основном, в большей части. А физическая форма, ну, конкретно у меня, лучше, чем предыдущие этапы. На тренировках стрелять умеют. 99% у нас спортсменов на тренировках стрелять умеют. Когда включаем секундомер, тогда почему-то стрельба где-то пропадает. Вот над этим надо больше работать. То есть, может, где-то не хватает стартового опыта, скажем так. Дорабатывать психологию, если на тренировках они умеют стрелять, а на соревнованиях не попадают, то тут, скорее всего, надо разбираться больше в голове, чем где-то искать причину, чем в стрельбе технической где-то. Сейчас биатлонисты сборной полностью выполняют намеченные объемы, в соответствии с прописанным планом, максимально выкладываясь на скоростных и силовых тренировках. В юниорской команде есть две мастерицы, грамотно передвигающиеся на лыжах, технику которых можно записывать для обучающих видеоуроков на YouTube. Сидорова Дарья хорошо идет технически, хорошо идет Шнейдер, Ксения технически. Ну, а у остальных, там, у каждого есть свои погрешности, над которыми можно работать. Кто-то с этими, со своими ошибками, может, для кого-то это, наоборот, достаток. Идя с этими ошибками, для него это плюс какой-то. Но когда есть и скорость, и есть результат, то тогда не стоит, может, и трогать этого спортсмена. Но когда нет результата, тогда стоит на чем-то работать и выводить эти ошибки, убирать. Вывести ошибки некоторые из сборников пытались на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках спартакиады вузов Тюменской области. Студенты четырех учебных заведений бежали индивидуальную гонку. Сначала дистанцию преодолели классическим ходом, затем коньковым. В заключительный день на старт вышли 26 атлетов, 15 парней и 11 девушек. Ни у кого не было сомнений в том, что лучший результат среди представительниц прекрасного пола на трешке покажет сборница Тюменской области по биатлону Эмма Тимирбулатова. Для обучающейся в Институте физкультуры Тюменского государственного университета спортсменки эти соревнования носили тренировочный характер. Продышаться это тоже очень важно, в особенности, когда сезон еще идет. Поэтому оцениваю на сегодняшний день среднее состояние. Так как мы приехали недавно с Ижевска, и у нас там были опять же отборочные чемпионаты мира, форма на том уровне вообще не такая, какая должна быть. В мужской части состязаний быстрее всех к финишу пришел еще один студент местного института физкультуры Тюмгу. Вячеслав Малеев, как и Тимирбулатова, входящий в сборную региона по биатлону, стал сильнейшим на дистанции 5 километров. «Выпал свежий снег, он не такой, конечно, катучий. Но, конечно, у меня, допустим, есть лыжи на эту погоду. Думаю, мне чуть легче было, чем, допустим, остальным студентам, которые не так профессионально занимаются. Но, думаю, да, в плане лыж чуть полегче мне». Достойную конкуренцию Малееву составил другой коллега по региональной биатлонной команде Степан Парфенов. Потенциальный ландшафтный дизайнер в «Жемчужной Сибири» представлял Государственный аграрный университет Северного Зауралья и стал вторым. «Просто за институт выступить, потому что у нас-то нету спортсменов, как в ТГУ. Надо как-то закрываться тоже по спортивным мероприятиям. А так мы приехали вот с отборов и практически не тренировались, сразу приехали и на старт вышли все». В командном зачете как у девушек, так и у парней победу одержали представители Тюменского госуниверситета. Что же касается региональной сборной, то юниоры 26 января отправятся в Уфу. В столице Башкортостана на протяжении 12 дней они будут привыкать к трассе и рубежу, для того, чтобы показать максимально достойный результат на всероссийских соревнованиях. Взрослые же отправятся в Ярославскую область. В Рыбинске пройдут гонки этапов Кубка России. «Этап за этапом, потом в Россию. Может быть что-то изменится, но посмотрим на финальную Россию уже в марте». «А потом искать работу?» «Конечно, в Киевсе».